МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добавим, что этот старт является отборочным на первые этапы Кубка мира и Чемпионат Европы, где сборная продолжит набирать квалификационные очки для участия в Олимпийских играх 2020 года. А дартсмены Удмуртии готовятся к мировому первенству. Оно пройдет в Румынии в октябре. В состав национальной команды для участия в этом крупном турнире попали наши земляки. Отборочный старт на днях проходил в Пензе. Ижевчанка Наталья Фефилова завоевала путевку на Чемпионат планеты. Поедут в Бухарест также и молодые спортсмены Удмуртии. Нам удалось завоевать две путевочки. Это Харитонова Арина среди девочек до 18 лет, и Битрюков Егор среди юношей тоже до 18 лет. А еще хотел отметить, что Тухватуллин Тинмур у нас первый запасной среди юниорской сборной. Кандидатами на поездку в Саратов на Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту является и Карина Бочкарева с Сабиной Алиевой. В северной столице России на национальном первенстве представительницы нашей республики в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями заняли 11-е и 7-е места соответственно. Выполнили спортсменки на этом старте и норматив мастера спорта. Сейчас они продолжают тренировки. Стартует же Планетарный форум 8 сентября. В нем примут участие более 600 атлетов. Теперь о местных событиях. На стадионе пляжных видов спорта в Ижевске завершился розыгрышный град Чемпионата Удмуртии по Бич-Валею. Дождь, ветер и низкая температура не смутили его участников. Лето в этом году не радует хорошей погодой, а, как считают волейболисты, матч должен состояться в любую погоду. На турнир заявилось 18 мужских и 10 женских команд. Это суть пляжного волейбола. В этом-то и отличие от классического, конечно. Из-за погодных условий. Ветер, дождь, сам песок создает немалые трудности. Но тренированным парам, ну, к этому не привыкать. То есть мы в такую погоду тренируемся постоянно, тем более Ижевск. Ну, нас этим летом не радует особо. Так что дело привычно. Как всегда испытываю. Конечно, огромный. Среди женских команд победителями стали Ольга Соловьева и Юлия Урсегова. Среди мужских Кирилл Ворончихин и Алексей Шмаков. Следующий турнир пройдет вновь в Ижевске 24 августа. Также будут у волейболистов и выездные всероссийские, и межрегиональные старты в Перми, Самаре, Екатеринбурге, Кирове. Август обещает быть насыщенным на спортивные события. Любителей спорта и здорового образа жизни ждет немало интересных соревнований. Как республиканского уровня, так и федерального. Впрочем, обо всем по порядку. Сейчас вам подробно расскажем, где, когда и что будет проходить. 10 августа многочисленная армия тренеров, инструкторов и специалистов спортивной отрасли отметит свой профессиональный праздник – День физкультурника, который в этом году будет юбилейным, 80-м по счету. Соревнования и мастер-классы пройдут во всех городах Удмуртии. В Ижевске на стадионе «Динамо» и в течение трех дней с 9 по 11. 11 числа, это воскресенье, будут проведены мероприятия для спортивных семей. То есть можно прийти в свободном формате, зарегистрироваться и поучаствовать в эстафетах, которые сделаны специально для семей спортивных и активных. Поэтому ждем всех, что будет интересно и вызовет положительные эмоции среди горожан. Работать интерактивные спортивные площадки будут и в Откинске. Именно там пройдет и один из самых популярных национальных проектов – «Оранжевый мяч». Торжественное открытие соревнований по стритболу в 10 утра на центральной площади города. В этот же день, 10 августа, в усадьбе Чайковского будет дан старт и чемпионату страны по шахматам, в котором примут участие сильнейшие гроссмейстеры России. Музей имени Чайковского выбран не случайно. В этом году правительство и Российская шахматная федерация подписали соглашение о том, что на территории Удмурской республики будет реализован проект «Шахматы в музее». И в рамках этого проекта будет реализовано ряд игр в музее-усадьбе имени Чайковского. С 13 числа шахматный суперфинал переместится в Ижеск, в Дом дружбы народов. Немало звезд соберется и 11 августа в Откинске на финале Кубка России по триатлону, в рамках которого пройдут соревнования и для любителей в программе «Спринт» и «Эстафеты». Зрителям некогда будет скучать. Будут проходить концертные программы, будет организовано централизованное питание, также активности в виде спортивных конкурсов и ряд других мероприятий, которые позволят зрителям провести свой день не только стоя наблюдая за спортсменами, но и также самим поучаствовать в различных мероприятиях. 24 августа в 11 в фан-зоне парка Кирова в рамках Года здоровья в Удмуртии будет дан старт международному фестивалю скандинавской ходьбы. Пройдет в этот день и легкоатлетический марафон. Продолжаем выпуск. Международный союз конькобежцев опубликовал распределение спортсменов по этапам серии Гран-при 2019 года, финал которого пройдет с 5 по 8 декабря в Турине. Чемпионка Олимпийских игр и мира ежевчанка Алина Загитова выступят в ноябре на третьем и шестом этапах Гран-при во Франции и Японии. Еще одна наша землячка Елизавета Туктамышева в октябре на первом этапе в США и на четвертом в Китае. И информация для поклонников футбола. 8 августа на стадионе Кубол пройдет матч в рамках Олимп первенства России среди команд ПФЛ. Игроки ижевского зенита будут принимать на своем поле футболистов КамАЗа из набережных Челнов. Начало встречи в 18.00. Приходите поддержать нашу команду. И болейте, конечно же, только на спортивных аренах. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.